Мы встречаемся не первый раз. Я, прежде всего, хотел бы всех коллегасов съезда поздравить покинение государственного собрания Элкуна нашей республики с началом работы седьмого съезда правительства народов севера нашей республики. Для поддержки традиционных окраслей нужно обеспечить, чтобы это хозяйство не отбывалось от своих седми, от своих истоков. Здесь у нас имеется несколько законов, в основном направлении это закон о почевой школе и закон о почевой семье. Эти законы помогают или же поддерживают традиционные окрасли людей, которые занимаются в этих окраслях и таким образом имеют необходимость почевать вместе со своей семьей или же иметь возможность компактно обучать своих детей. И вот по оленеводству все-таки озвучатся сегодня тоже какие-то вопросы, какие-то пожелания. Их озвучит у нас Волков Николай Спиридонович. А всем делегатам еще раз желаю здоровья, успехов и плодотворной работы с ездами. Спасибо. Мы, наверное, единственный народ, у которого есть свой закон. Это закон, который действует у нас в республике. Это закон о структуре юкадирского народа. Хотелось бы здесь поблагодарить именно Государственное собрание Илтумен, что уделяет внимание. Постоянно у нас с периодичностью раз в два года мы все-таки собираемся и рассматриваем вопрос реализации данного закона. И вот одно, наверное, из главных проблем реализации данного закона – это финансовое обеспечение. Добрый день, уважаемые президиумы, народные депутаты, участники съездок, приглашенные. Северное оленеводство – единственная в отрасли сельского хозяйства, церковь полярного афрического региона, в котором практически заняты только коренные народы севера. Уникальность оленеводства в том, что оно до настоящее время остается не только в отрасли хозяйства, но и образом жизни семей оленеводов. В России так называют этносохраняющую отрасль, род которой сохранили традиционную культуру, коренных народов севера, трудно переоценить. Сам я по-толбственной оленеводствам. Сейчас, главное время, бригадир, 9-й бригады. Хочу немножко кратко рассказать о себе. Хочу ему со своей семьей. У меня трое детей, поэтому каждое лето мы выезжаем. Мы стараемся заезжать в сунду. Ну вот, проблемы у нас в основном задержка, зарплату, постоянно задерживают зарплату 4 месяца, уже не было зарплаты грандиозом. Хочется, чтобы постоянно у нас было хотя бы ежемесячно было. Потому что это самая проблема такая. Уважаемые делегаты 7-го съезда оленеводных малочисленных народов. Горячое сердечко приветствую вас от имени Национального союза оленеводов России с началом работы вашего главного форума. На территории нашей республики традиционного отрасли севера развивается по 4-м журнальным распределениям. Ну, если так, по-научному, да. И из 4-х видов домашнего оленя разводим 3 вида на территории нашей республики. И все это, конечно, накладывается в особенность нашей республики. Вопросы по собранию Тумену поставили очень серьезно. Развитие малой авиации, и что-то удается сегодня делать. А санитарной авиации и так далее. Мы над этим вопросом и с вами будем работать. И я ни на минуту не сомневаюсь, что у нас в этом будет успех. Самое главное, мы принимаем очень дельные решения. Потом их реализация должна быть под постоянным контролем. Решите пожелать успехов не только в работе с съездом, а в решении самых главных наших задач, о которых мы об этом говорили. Это развитие и совершенствование значительных и решение всех задач в нашей республике, в нашей Российской Федерации. Спасибо. Всем успехов. Я бы хотела сегодня свое выступление начать с того, что мы должны помнить историю свою, мы должны верить эту историю. И именно историю делают люди. Люди, которые на уровне своих субъектов, на уровне своих районов, гулусов, наслегов, берут на себя ответственность и отстаивают интересы. За значительный вклад в сохранение языка и культуры коренных малочисленных народов севера республики Саха-Ягудия, почетной грамотой постоянного комитета госсобрания республики Саха-Ягудия по вопросам коренных малочисленных народов севера и делам Арктики, награждается общественный деятель, носитель языка и культуры долганского народа Чубрина Анна Григорьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые комедии, сегодня под прозвучавшее предложение Елены Престопоровны о создании ассамблеи при парламенте Республики Сахар-Якутия мы изучали вопрос достаточно действительно давно. И есть предложение создать вот эту ассоциацию, ассамблею, туда включить руководителей ассоциаций народов, представленных, коренных народов нашей республики. И дополнительно посмотрите по списку членов ассамблеи, которые могли бы войти в состав. Я бы хотел, чтобы это решение было принято именно в период работы этого съезда, чтобы по итогам этого парламент мог бы принять решение о создании ассамблеи коренных народов Севера при государственном собрании республики Сахар-Якутия. Это правильно?